Вербное воскресенье. Приметы и традиции праздника. Этот день называют вход Господень в Иерусалим, так как когда Спаситель прибыл в этот город верхом на осле, жители приветствовали его пальмовыми ветвями, которые стелили перед животными. Поскольку пальм у нас нет, то их заменили веточками вербы, котиками. Главный атрибут – веточки вербы, которые освещают во время Лазаревой субботы. После этого котики хрянят в доме до следующей Пасхи. Вербное воскресенье – что нельзя делать, а что можно? Нельзя срезать ветки с деревьев, с дуплами и с тех, которые находятся возле кладбища. В этот праздник нельзя веселиться, ссориться и употреблять алкоголь. Из еды можно только немного рыбы или масла, так как длится Великий пост. В народе также верят, что в вербное воскресенье нельзя расчесывать волосы, можно запутать судьбу. В этот день обычно откладывают любую работу по дому. Священники также рекомендуют не смотреть телевизор и не сидеть в интернете без надобности. Считается, что в вербное воскресенье не стоит проводить поминальный обед. Нельзя отказываться в помощи просящему, в том числе и милостыни. В вербное воскресенье – народные приметы и суеверия. Некоторые считают, что в вербное воскресенье можно сделать волосы красивыми. Для этого во время расчесывания приговаривают «вода иди к земле вместе с головной болью». Затем расческу кладут в воду и ею поливают вербу. Если пересадить в этот день комнатное растение, то оно будет хорошо расти и принесет удачу. После освещения вербы несколько веточек обязательно сажали, чтобы росла Богу на славу, а нам людям на пользу. Если украсить дом освященной вербой, то она убережет дом и его жителей от сглаза и болезней. Сразу после богослужения котиками касаются близких, желая им здоровья и счастья. Также в вербное воскресенье знахари запасались вербой, заготавливая из нее отвары и порошки. Мужчины носили почки вербы в качестве талисмана силы, а девушки – как помощь в зачатии малыша. Во время пассивного сезона на поле обязательно втыкают в землю ветку вербы, чтобы не плодились вредители, а урожай был хорошим. Утром в воскресенье нужно вбить в стену колышек из ивы, чтобы избавить человека от страхов и подарить решительность. Считается, что если вербу посадить у колодца, то она будет очищать воду, убирая оттуда ил и грязь. В старые времена вербовыми веточками отгоняли грозовые облака. Сухой веточной прошлогодней вербой раньше разжигали печи под выпекание пасок. Покойнику веточку освященной вербы клали на гроб. В вербное воскресенье ветками вербы обязательно надо было касаться детей, чтобы они росли здоровые, веселые и богатые. Не я бью верба бье. Каким будет ветер в вербное воскресенье, таким и лето. Если в этот день тепло и ясно, то можно ждать хороший урожай фруктов. Мороз на вербное воскресенье будет урожай яровых хлебов. С вербным воскресеньем теплоты и спасения. Пусть Господь благословит и от всех незгод хранит.